Берет парус одинокий И гравит волны, ветер свищет, И мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, И не от счастья бежит. Увы, он счастья не ищет, И не от счастья бежит. Под ним струё светле лазури, Над ним луч солнца золотой. А он метяжный просит бури, Как будто в бурях есть покой. А он метяжный просит бури, Как будто в бурях есть покой. Сегодня у нас в гостях великолепный исполнитель русского романса, заслуженный артист России, известный российский музыкант Олег Пагузин. Здравствуйте, Олег. Очень рады видеть вас здесь, в Торонто. Я знаю, что это ваш первый визит в страну кленового листа. С каким настроением вы ехали в Канаду? Строго говоря, мы ехали после довольно большого тура по Соединённым Штатам. И настроение, ожидание первой встречи, чтобы было ах. Наверное, этого не было, но просто по причине физической достаточно серьёзной усталости, утомлённости. Вот это ощущение поразительной радости, оно пришло во время концерта и после концерта, опять-таки, благодаря приёму публики, который совершенно невероятный. Вот такой, какой, ну, не знаю даже, о котором может пожелать любой артист, мечтать. Взрывной, радостный, темпераментный, очень наполненный, в то же время какой-то очень тёплый. Люди что-то вместе с нами тихонечко пели, люди начинали встречать публиксментами знакомые песни, когда они только начинались. Очень приятно. Мне, как русскоязычной канавке, вдвойне приятно. Олег, конечно, у вас было очень мало времени, чтобы познакомиться со всеми красотами Торонто, в частности. Я уж не говорю о всей Канаде. Ну, вот какие-то первые впечатления сложились о городе? Поделитесь, пожалуйста. Да, ну, собственно говоря, поскольку было полдня свободных вчера, мы решили подняться на Сен-Тауэр. И это, я понимаю, что выбор достаточно обычный для любого туриста, который сюда приезжает, или для любого человека, который впервые сюда приехал. Вот, но помимо очень комфортного, на самом деле, устройства, вот этого, не знаю, как сооружения, очень комфортного для людей, там действительно можно получить определённое представление, очень короткое, но такое ёмкое, о том, что здесь можно увидеть. Можно посмотреть на город, осмотреть его со всех сторон, вот, можно пребываться в Антарио, причём вчера вот то солнце, то тучи, озера окрашивались какие-то совершенно фантастические цвета, поэтому мы там провели довольно долгое время, вплоть до заката фактически, и наблюдали, как всё это меняется, как это красиво всё. Вот, а так, собственно говоря, только из окна автомобиля, я думал, что там пройти по Янг-стрит или как-то ещё, как-то, ну, такие обычные совершенно вещи. Это не случилось, надеюсь, что может получиться в следующий раз, и, возможно, Канада не ограничится одним городом. Какое на меня впечатление ещё произвёл Торонто? Очень позитивное, очень такое радостное, очень чистый город, очень благоустроенный, и город, в котором ведётся колоссальное мощное строительство. И вот если в сравнении с Америкой, на мой взгляд, это очень такой, знаете, поверхностный первый, первый самый взгляд, но тем не менее, если в Штатах ты всё-таки ощущаешь реально Америку, здесь можно предположить, что ты где-то в Европе, в Скандинавии или... Да, 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 да. И думаю, что в плане общения как-то на улицах меньше суеты, больше такого комфорта человеческого спокойствия, да. Ну, и вдвойне приятно это слышать. Вы начали заниматься музыкой очень рано, в 7-летнем возрасте. Что или кто повлиял на ваш выбор? Ну, это природа. Я, собственно, не музыка, а пение. То есть пение, естественно, часть музыки, но дело в том, что это и природа, это то, что с тобой слито абсолютно. То есть это вполне естественный выбор. Вот. Поэтому меня никто к этому как бы не подталкивал. Родители просто удали заниматься в музыкальную школу сначала, потом в хор радиотеррии Ленинградский. Это было вполне естественно. А потом уже там произошли определенные очень серьезные встречи с достойными людьми, с серьезными мастерами, и их на самом деле десятки. То есть перечитать будет сейчас сложно, да. Кто больше всего оказал влияние на ваше творчество? Ну, на творчество или на творчество. На творчество огромное количество опять-таки людей, включая тех, с которыми я никогда не видался, которые давно уже не на этом свете. То есть я, когда мы говорим о пении, о том, вот кто именно оказал влияние какое-то очень серьезное, я в первую очередь называю два имени Сергей Лемешев и Эдит Пиаф. Это как бы полярные, наверное, но как бы полярные в плане звукоизвлечения, может быть. А в плане как раз музыкальности, в плане чувства песни, это как раз совсем недалеко друг от друга. Это вот фантастические певцы, которых просто действительно Господь поцеловал. То есть нельзя сказать, конечно, и один и другая очень много работали, трудились в особенности Лемешев. Это все-таки большой театр, в конечном итоге это серьезная очень школа и уровень мастерства. Я думаю, что Эдит Пиаф не только использовала дар данной ей свыше, но и вполне серьезно совершенствовала хотя бы даже то огромное количество выступлений, которые у нее были. Но по проникновенности, по искренности, по самоотдаче, это как раз очень близкие фигуры. Но кроме них, десятки имен, десятки в 20-м столетии все-таки было очень много великих певцов, певиц, у которых можно было и до сих пор можно учиться. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok На смерть близка, близка моя могила. Когда уйду, как тихий шум травы, мой голос прозвучит и скажет вам уныло, он вами живет. Его забыли, мой голос прозвучит и скажет вам уныло, он вами живет. Его забыли, мой голос прозвучит и скажет вам уныло, он вами живет. Субтитры создавал DimaTorzok Ярмарка лисы с косметикой парфюмерия и новогодние подарки. Дорогие соотечественники, приходите на богослужение в наш храм Святой Троицы по адресу 23 Henry Street. Богослужение у нас совершается в основном в субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 10 часов утра. Храм наш открыт целый день в субботу и воскресенье для тех, которые просто хотят прийти, поставить свечи и помолиться. Приходите, Бог вам в помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Буду рад помочь вам. Продолжение следует... Перекресток Перекресток — это шоу о вас и для вас. Вот вы только что упомянули, что в свое время выступали в хоре, были солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. И в то время вас часто называли питерским Робертино Лоретти. Вам это льстило или наоборот? Почему часто называли? Я не знаю, вообще называли ли. Понимаете, это же советское время на самом деле. Если это где-то и промелькнуло, то не то, как сейчас. Вот, возникнет кто-то или что-то и начинают сразу приклеивать какие-то имена там еще прочее. Вот. Я помню в немецкой газете, в Дразни, когда мы выступали, там была статья под названием «Кляйн Нахтигаль», «Маленький соловей». Это я помню точно. Про Робертино Лоретти я не помню во время своего, во всяком случае, своего пения в детском хоре. Вот. А вот то, что Робертино Лоретти и записи мне очень нравились, и пластинка была дома, это я помню. Да. Вот. Хотя я, в общем-то, совсем его не копировал, потому что причины просто очень разные. Это сейчас мне понятно, итальянская манера звукоизвлечения, неаполитанская песня, понятно, как живаем, непонятно, хорошо, итальянцы, я с ними немало общался, вот, и немало времени провел в Италии. А тогда это все было, знаете, как немножко что-то такое сказочное, вот, как там, не знаю, мультфильм или кино, вот, включаешь, да, очень здорово, красиво, замечательно. А, ну, еще, конечно, фильм «Приключения электроников», который, если помните, тут кадр, что там переключается мальчишка на голос Робертино Лоретти, чтобы петь песню «Крылатые качели», а вот песня «Крылатые качели», она в моей истории есть, я ее солировал как раз. Может быть, какие-то у кого-то ассоциации с этим возникали, но то, что же сейчас пишут, говорят, так вот вы говорите, вас часто называли питерским Робертино Лоретти, это чьи-то воспоминания или вообще чьи-то выдумки нынешние. Сравнение для любого солиста, ребенка, солиста детского хора вполне лестное, вот, но тут очень большая разница на самом деле, вот, разница и в том, что, когда во времена детства моего не было вот этой рыночной системы, системы рыночных отношений, не было во главе угла зарабатывания денег. Робертино Лоретти как раз был в той ситуации, поэтому сравнение, наверное, ну, сильно некорректное. Что касается тембра голоса, тоже не совсем корректное, у него все-таки он другой был, но, опять-таки, дело не в этом, можно сравнить в одном только, в музыкальности, в какой-то, знаете, такой, в детском, в детском, во всяком случае, возрасте, да и по всю пору определенной солнечности голоса. Голоса, который дарит утешение, голоса, который дарит радость по своей природе. Вот, вне зависимости даже от усилий артиста, вот, как бы, как данность. Вы получили прекрасное высшее образование в Питере, а затем вы проходили стажировку в Америке. Чему научил вас Запад? Стажировка была очень короткая, пять недель, вот, это был 89-й год, поэтому, в принципе, опять-таки, это было какое-то, скорее, знаете, вот, соприкосновение с другим миром и постижение другого мира, но мне было 20 лет. Я был очень молод, и постижение было очень непосредственное. Самые счастливые воспоминания того времени, если не касаться профессии, самые счастливые воспоминания – это поток любви просто людей, которые нас встречали. У нас не было ни одного цента американского, обмен был безвалютный, это было условие, и, в принципе, слава богу, потому что все вот эти громадные моллы, там, продажи, всего, они как-то шли мимо нас абсолютно, потому что просто не было и времени физического, много работали, вот, и не было и никаких материальных ресурсов, чтобы что-то приобрести. То есть это были, знаете, как посещение музеев. Уинду-шоппинг, как здесь, да? Да, ну, может быть, кстати, может быть. Вот, и девчонкам, конечно, не позавидуешь, они, наверное, там, в этих, да, в магазинах первых, когда там одежда, парфюм не знают, что вообще не было, вообще же ничего не было. Да, даже не джинсы, просто, вы знаете, у меня, по-моему, произвело впечатление, то, как это все обустроено, насколько это чисто и красиво. Вот, то есть даже сам процесс покупок, не люблю слово шоппинг, не то, что не люблю, вернее, а как-то оно обладает все-таки каким-то таким вот ярко выраженным буржуазным оттенком в русском, естественно, языке. Вот, а вот весь этот процесс покупок, он обустроен был настолько красиво, что я понимаю, почему люди в этом могут уйти совсем, там, да, и может дойти даже от каких-то клинических случаев. У вас по праву называют королем романса, а вот что подтолкнуло вас к выбору именно этого письменного жанра? Меня не называют королем романса, это опять-таки это самое кто-то где-то, как ты сказал. Я от этого ужасно огорчаюсь, потому что по одной причине, несоответственно, несовпадение, король романса, это разные вещи. Но романс все-таки, тем более городской романс, это русский совершенно жанр. Вот, поэтому я не знаю, там, как угодно можно называть. Ну, это потом романс, бытовой романс, это жанр как раз интимный, жанр скорее мещанский, чем королевский. Поэтому, ну, как бы это... Несоответственно. В названии в этом. Вот, повлияло исполнение романса, именно городских романсов, несколькими блистательными исполнителями. Анна Герман и Валерия Гафонов, вслед за этим Надежда Абухова, это уже когда я всерьез начал интересоваться романцем. Вот, а потом Алла Баянова, Петр Лещенко и вот уже дальше Лемешев, Козловский, певцы, которые уже с академическим образованием, которые исполняли в том числе и городской романс, и русскую народную песню. Вот, но первые были Анна Герман и Валерия Гафонов. Ну, если Анна Герман всего-навсего там несколько, буквально по пальцам перечисли романсов, я должен назвать именно романс «Григорий, моя звезда». Это было потрясение, когда я был еще ребенком. Вот, Агафонов, это Валерия Гафонов, это имя, которое известно всем ценителям романса. Это в своем роде, я не знаю, это как какой-то вот такой неожиданный подарок из начала 20 века. Вот, хотя он, он умер в 83-м или 84-м году, я сейчас не вспомню точно. Вот, и пел он как раз в 70-е, начало 80-х годов. Исполнял романсы, исполнял их так, как я предполагаю, наверняка. Исполняли, ну, в более-меньшей степени приближение, исполняли романс в эпоху его расцвета. Вот, и вот там первая пластинка «Песни сердца», я ее заслушал до дыр просто в 85-м году. Это, наверное, вот как бы такой первый шаг базы. Вот, а потом просто стало не только понятно, даже не то, что понятно, это стало объективной реальностью, что я с этим жанром совпадаю абсолютно. И по возможностям голоса, и по психофизике, и по внешнему виду, по всему. То есть не нужно прилагать каких-то серьезных усилий, не нужно перевоплощаться, чтобы иметь право спеть фактически весь репертуар. Что, в общем, и произошло. Я сейчас задам очередной нелевый вопрос, но я блондинка, мне простительно. Скажите, а бывают веселые романсы? Ну, или хотя бы со счастливым концом? Очень мало. Мало. Ну, вот пример хоть один. Я просто... Ну, у нас при этом в Западе хэппи-энд, вы знаете, да? Нет, ну, в русской культуре, да, европейский хэппи-энд – это вообще редкость, а в русской культуре это просто почти нонсенс. То есть это, я не знаю, назовите в великой литературе русской где-нибудь хэппи-энд. Да-да-да. Сложно. Да-да-да. Поэтому есть романсы созерцательные, есть романсы пейзажные такие, которые описывают природу, что называется. У них во всех есть все равно грустный оттенок. Но вообще лирическая песня, она, как правило, грустная. Лирика вообще, это не веселое произведение. Есть какие-то такие шутливые романсы, там, бравурные, есть любовные романсы, все-таки, в которых есть надежда на счастливое окончание взаимоотношений, там, не качание, а продолжение. Вот. Но их реально мало. А вот вы очень много гастролируете по миру, и русскоязычная публика есть везде, буквально в любой стране мира. Где, на ваш взгляд, интерес к романсу живее? За границей или на родине? И почему? Чем это вызвано? Это трудно, надо посоображать. Потому что, например, как принимали нас сейчас в Штатах и здесь, в Торонто, на том уровне, вот как бы взрывном, как принимали. Это в Отечестве происходит, допустим, не всякий раз. Происходит тоже, но не каждый раз. А здесь, во всех городах, Филадельфия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Чикаго, Торонто, везде. Вот. Качество приема совершенно идентичное. Но я предполагаю еще, что, в принципе, это в каком-то смысле тоска по родному языку, по родным песням любимым. Вот. И у соотечественных, живущих за границей, а тем более за океаном, я думаю, что есть определенная ностальгия, которая вмешивается вот в... И, кстати, хорошо вмешивается, очень помогает вот этому приему. Вот. Но дома интерес к романсу существует. И он, как сказать, романс очень стабильный сейчас существует в определенной своей, не люблю слово ниши в данном случае, но в какой-то своей области. У него есть своя публика, у него есть свои исполнители, есть свои любители, есть даже свои фанаты. Клубы. Вот. Клубы и так далее, и так далее, и так далее. Есть, как сказать, мало, может быть... Исполнителей. Нет, исполнителей много. Не очень много исполнителей, которые соответствуют жанру в полной мере. Но, честно говоря, я сейчас это сказал, думаю, что и в любом жанре не очень много исполнителей, которые находятся на самых вершинах. Я думаю, что да, если постараюсь ответить на ваш вопрос, качество приема чуть-чуть разное. Прием, по сути, один и тот же. Качество немножко разное, но потому что за границей все-таки это еще и любовь к родной песне, к родному слову. Побывав в Торонто, вы не просто порадовали канадскую публику, вы ее совершенно покорили. И вместе с вами на сцене выступал известный питерский музыкант Игорь Урьяш. Пару слов о вашем альянсе и об этом пианистике. Я говорил на сцене, а сейчас, знаете, перед камерой вот так вот открыто и радостно... Может быть, не все присутствовали на концерте, в силу обстоятельства. Хвалить, как это делать на концерте, сложно. Извините, что я вместе с вами параллельно говорю. Игорь – потрясающий музыкант. Игорь – великолепный классический исполнитель. У него своя собственная афиша, свои собственные гастроли по всему миру с пианистическим репертуаром. Самым, что ни на есть, и популярным, вот если будем говорить, там, Чайковский, Рахманинов, Шопен и так далее. Так и какие-то очень изысканные или малоисполняемые вещи. Я даже не смогу сейчас вспомнить сходу фамилии, назвать правильно тех композиторов, которых он исполняет. В частности, у него сейчас будет в Петербурге, в Большом зале филармонии очередной сольный концерт в декабре, где он будет исполнять музыку, которая исполняется далеко не каждый день. Вот. Игорь работал с самыми серьезными, самыми блистательными музыкантами нашего времени, включая таких исполнителей, как Мстислав Ростропович или Максим Венгеров. Игорь очень-очень серьезный, очень хороший, очень достойный музыкант и исполнитель классики. Замечательно, что вы нашли такого партнера по сцене. Олег, вы очень востребованы сегодня, вы много гастролируете. Это постоянные перелеты, это поздние банкеты, это недосыпание. И все-таки вы в отличнейшей физической форме. Поделитесь секретом. Очень простой секрет. Поздние банкеты – это вообще на самом деле дело запрещенное. То, что вы наблюдали здесь сейчас, это как раз продолжение общения, на которое дает право ностальгия. Потому что все наши встречи, на которые вы присутствует, спасибо вам огромное за эту встречу, это же не возлияние. Там алкоголь это был, не помню, две бутылки вина на шесть человек. Это не банкет с точки зрения банкета. Но зато разговор часа на два. О чем мы говорили с вами? О доме, о театральной школе, о том, о чем примерно говорим сейчас. В России, конечно, никаких банкетов. Да и вообще я стараюсь этого избегать. Здесь просто именно у людей существует право любви. Любви к родине, любви к жанру, любви к языку, любви, которую они поделились с нами, будучи в зале. Поэтому это редкая вещь, честно говоря, выматывающая. Поэтому будут следующие гастроли в Штатах и в Канаде. Надеюсь, мы разговариваем об этом, что через год мы приедем снова. Я буду вести себя гораздо сдержаннее, как положено вокалисту себя вести. А так абсолютно обычные вещи совершенно. Вы знаете, это будет скучно, но я повторю это, потому что я всем желаю на самом деле здоровья и радости жизни. По возможности любить других людей, вперед всего, даже обид каких-то, расстройств чего-то, стараться с любовью относиться к людям. И умеренность, умеренность в питании и физической активности. Вот, все, больше никаких. Секретов нет. В заключении чисто традиционный вопрос. Нас сейчас смотрит вся русскоязычная публика, не только Торонто, но и Канады. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, ну и в преддверии будущих гастролей, в преддверии Нового года и вообще? Радости, здоровья, любви. Чтобы все эти вещи, все эти понятия, все эти чувства, они в жизни всегда присутствовали. Чтобы была вера и надежда, чтобы они никогда не уходили. И в трудных обстоятельствах жизненных. Но главное, чтобы, наверное, чтобы все было хорошо с близкими, чтобы близкие дарили любовью. Вот, и я, честно говоря, себе этого желаю и желаю всем, с кем приходится общаться. И огромное спасибо за вот этот нынешний потрясающий совершенно прием. И с надеждой на новые встречи. Спасибо огромное, Олег. Я надеюсь, что мы обязательно увидим вас в ближайшем будущем. Я хочу пожелать вам аншлагов в каждом зале. Я знаю, что для артиста это очень важно. Точно так же здоровья. Продолжать блюсти себя в такой потрясающей форме. И все новых и новых подарков для публики. Я имею в виду песен и романс. Спасибо. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok